И группа Любе, я как человек, который репортажи с множества митингов, концертов писал, группа Любе, это группа, которая рекордсмен, возможно, в книгу рекордов Гиннесса даже можно записать, по количеству спин, которые они видят одновременно. Потому что, как правило, их всегда выпускают петь после Путина, и это вот момент, когда бюджетники уже отметились, и можно уходить домой. Выходят Любе и видят, как просто 40 тысяч человек или сколько там согнали, они не уходят. Есть несколько любителей, которые остаются под сценой, я. Здравствуйте, уважаемые подписчики, слушатели, зрители, особенно, между прочим, слушатели сегодня, потому что кое-что сегодня придется послушать. И мы сегодня хотели поговорить на такую весьма специфическую, должен сказать, тему. Придется, но не хотелось бы, кстати говоря, сразу отмечу. Это в порядке некоторого эксперимента. В России запретили трэш-стримы, но Ибрагим территорию Российской Федерации покинул, поэтому анонсируйте, что мы будем слушать. Да, мы сегодня будем рассматривать творчество, так скажем, поддерживающее нарративы официальной российской пропаганды. Дело в том, что мы не особо обидим этих художников, потому что они вроде как и сами не скрывают. Вы хотите сказать, что их жизнь уже обидела? Не, ну почему? Да, ну там есть люди не без способностей, я должен сказать, потому что написать некоторые песни в спокойном состоянии рассудка не так уж и просто. И мы сегодня попробуем вкратце обозреть литературное творчество, потому что инженеры человеческих душ. Естественно, музыкальное творчество, потому что, как известно, нам песни и строить, и жить помогает кому-то, по всей видимости, выживать. Хотя, на самом деле, забегая вперед, сразу скажу, что нарративы смерти в музыкальном творчестве, они какие-то уж чересчур навязчивые. То есть, если бы я прилетел бы с Марса, и передо мной стала бы задача посмотреть на современное, так сказать, состояние культуры, особенно официальной, продвигаемой. То есть, я прилетел с Марса, у меня отключили интернет, и вот передо мной есть телевизор, и есть вот Рунет. То я не уверен, что у меня бы это все вызвало позитивные эмоции. Ну, и поговорить о тех, у кого длинные волосы и говорит полголоса предателя, погибла Россия, должно быть писатель Вития. О поэтах и писателях отдельно. Есть и такие, некоторые из них, между прочим, в учебники занесены. Вот. И мы, собственно, до эфира немножко поговорили. Вот какое творчество первое вам приходит на умылье? Ну, давайте я добавлю пару слов, на самом деле, еще про марсиан. Я, кстати, узнал, что у людей есть такая фобия. Значит, не дай бог о нас узнают инопланетяне, тогда они прилетят, все у нас отнимут. Мне кажется, что если в космос транслировать произведения, которые написаны карьеристами, которые хотят сделать себе имя на СВО, то, мне кажется, вот в этом смысле это отпугнуло бы любую инопланетную цивилизацию. Поэтому, как раз, несмотря на то, что эти люди очень воинственны, но, возможно, здесь как раз их материалы, они бы сгодились для того, чтобы войны межпланетной не произошло. Вот. Но это хороший вопрос, на самом деле, да? Вы сказали нам песня «Строить и жизнь помогает». «Строить и жить помогает». Вот. А помогает ли, это другой вопрос, да? То есть, потому что это, безусловно, помогает людям, которых, наконец-то, напечатали, которые, там, значит, в протершихся пиджаках обивали пороги кучи редакций много-много лет, и, наконец-то, издан сборник поэзии, значит, как там, у Маргариты Симоньяны издала «Поэзия лета», это 2022 год, кажется, что-то такое, да? «Книга «Черные глаза», например. Ну, у Маргариты Симоньяны свои прекрасные способности издавать что угодно в гигантских масштабах. Не все это поймут, вот, возможно, даже никто. Но, тем не менее, у нее есть такая возможность. А есть же куча людей, которые ждали, что вот их час наступит, что тут, наконец-то, страна мобилизуется, страна соберется, будет объявлена война всему миру, ну, или мы встанем, там, сотрем, значит, плевки Америки и начнем ей отвечать, вот, наконец-то. Люди дождались, но до сих пор их книжки что-то не стали многомиллионными тиражами. Их песни так в ротацию в телевизор и не попали. Есть один успешный пример, который, наверное, с него, возможно, мы сейчас и начнем с вами, да? Певец-шаман, который строго не является за это исполнителем, потому что он как раз не фронтовой никакой, то есть он уже для своего образа как-то примазывается к тому, чтобы вот в этой волне участвовать, для того, чтобы его не канцелили, для того, чтобы быть патриотическим. Но, конечно, ему в обтягивающих кожных штанах с микрофоном, который засунут в ширинку, как бы бегать намного интереснее, чем ездить в Мариуполь, где он один раз был. Это очень успешный конъюнктурный проект, который очень вероятно успешно существовал бы и в любых других обстоятельствах, то есть если бы в России была ЛГБТ-революция, он тоже был бы ее, ну, просто выдающимся солдатом. Ну, это обычный поп-певец, но вот обстоятельства составлены так, и, соответственно, он нашел себя в этом, а больше глобально никто ничего, вот из всех этих поэтов русской весны, поэтов февраля 24-22 года, никто ничего предложить не смог. Вот, поэтому шаман, он в этом ряду стоит, но мы понимаем, что он скорее здесь лишний. Ну, я скажу пару слов в защиту музыканта-шамана. Дело в том, что некоторое, с моей точки зрения, эстетическое чувство, у него пусть оно немножко карикатуризировано или гипертрофировано, и некоторое эстетическое чувство у него есть. Очевидно, что это некоторый такой составной образ, то есть микрофон а-ля Фредди Меркьюри, только Фредди Меркьюри держал микрофон просто на короткой стойке, вот срезал стойку, а шаман пошел как бы дальше за своим кумиром, и уже, может быть, излишне пошел, и не стоило этот микрофон засовывать между ног. И это эстетическое чувство, попытка подражания и Майклу Джексону, и массе вообще западных исполнителей. Он в этом смысле абсолютно вот такая солянка западного творчества, прежде всего, потому что и обтягивающий штанет, такой вот западная поп-культура 80-х годов. Между прочим, неплохой эстетический образец, потому что это же 80-е годы для западной культуры, это же великое время, когда все так красиво, все такое. Поэтому, в отличие от Акима Апачева, с творчеством которого я внимательно познакомился до эфира, вот мне шаман милее, и мне даже шаман милее Юлией Чечериной, вот он нужно сказать. — Ибрагим, я не знаю, от кого вы защищаете шамана, потому что я сам как раз говорю, что он и талантливый, и способный, но вот если был другой ветер, он бы вот в другую сторону какую-то с ним направлялся, но я думаю, что он и так состоялся бы, но так как есть вот это выжженное поле, как это тут в одной новости, выжженное поле из путинистов, вот действительно, выжженное поле из путинистов, и посреди салютует шаман. Вот он какое-то явление, потому что он действительно музыкален, он способен, ну и, видимо, сам научился писать песню, которая отвечает конъюнктуре, либо ему помогли это сделать, ну, короче говоря, это заработало, а больше там вот только для музея какого-то по типу кунсткамеры, вот больше ничего это не пригодится. Много нафталина, да. Вот есть у него замечательный клип, называется «Встанем». Вот, я его как-то автоматически срифмовал в голове со словом «устанем». «Устанем», потому что все те, кто рядом с ним в этом клипе, то есть Надежда Бабкина, по-моему, Олег Газманов и прочие исполнители, они как бы похожи вот на какое-то странное собрание прихода вот внука в дом престарелых. То есть, это прямо резко. Я не иджист. И, естественно, возраст – это не только цифра в паспорте, это еще какое-то внутреннее состояние. Но это настолько дико смотрится и настолько бросается в глаза, что вот есть куча бабушек и дедушек и внучок посередине, который вот самый главный. Я думаю, что этот клип, наверное, посмотрели все встанем. Не переоценивайте, пожалуйста. Я думаю, что его посмотрели только те, про которые у него песня «Мы». То есть, какую-то определенную когорту. Но единственное, Брагим, я вас поправлю, у него вариации клипов разных есть по три, по четыре штуки. И первая версия «Станем», она была без этого. Это потом для дедов уже, которые смотрят телевизор, сняли такую версию клипа. Это, знаете, как Netflix работает, когда тебе сериал… Кастомизирует сюжет. Да-да-да-да. И вообще, грубо говоря, обложка сериала, если ты чернокожий, и про тебя это знает сеть, она тебе героя покажет чернокожего, для того, чтобы ты себя сразу сассоциировал как-то. Несмотря на то, что этого героя показывают из фильма в три часа, там, две минуты всего. Да, и, соответственно, вот «Шаман», он тоже так экспортируется в разные среды. Но там есть, что экспортировать, на самом деле. И вот сняли Бабкин вариант вот этой песни, клипа. Ну, давайте посмотрим, что ли, хотя бы кусочек, чтобы просто насладиться этой чудесной картиной. Есть какие-то зрители, которые пока еще не стали, как вы говорите, слушателями, да. Да. Давайте сейчас... Я-то просто вообще, пока я этот клип включаю, я его увидел в программе «Вести недели» Дмитрия Киселева. Он объявил... Это было через три недели, наверное, после начала войны 22-го года. Он объявил... Нет, это годовщине было слово все-таки. Нет. По-моему, к первой годовщине. Это пересняли клип. Вот. А, пересняли. Да, как раз тогда Киселев рассказывал о том, что невероятный тренд в ТикТоке. Люди снимают видео под встанием. И это там, не знаю, военные российские на фронте или еще что-то такое. Вот подкладывают эту песню, соответственно. И Дмитрий Киселев тогда сказал, что впервые в истории программы «Вести недели» мы включаем видеоклип музыкальный целиком. Это было сделано ради шамана. Вот такая раскрутка была. Значит, смотрите. Тут есть несколько версий как раз. Вот вроде бы песню писал не Матвиенко музыку, а зазвучало сразу, как будто написано... Да. Как будто дух комбата, как бы просто рядом, что-то вот такое за душу берущее. Но это, кстати, и написано-то во многом для одного из самых главных слушателей, потому что, как мы знаем, он очень неравнодушен к творчеству Расторгуева и Купы. А это мы не знаем с вами, на самом деле. Сейчас тоже это обсудим. Есть такое предубеждение, на самом деле, что Владимир Путин неравнодушен. Но почему мы об этом думаем? Во-первых, потому что... Он сам говорил. Он сам это обучал. У него в машине Владе Калини, когда он ехал от Владивостока... Чита Хабаровск, Владе. Пробег, автопробег был, да. Да, у него были диски группы Любе. И группа Любе, я как человек, который репортажи с множества митингов, концертов писал. Группа Любе — это группа, которая рекордсмен, возможно, в книгу рекордов Гиннесса даже можно записать, по количеству спин, которые они видят одновременно. Потому что, как правило, их всегда выпускают петь после Путина. И это вот момент, когда бюджетники уже отметились, и можно уходить домой. Выходят Любе и видят, как просто 40 тысяч человек или сколько там согнали. Они не уходят, как говорили. Ну, то есть, есть несколько любителей, которые остаются под сценой. Я. Но в целом это довольно сложно. Я думаю, что это тоже какая-то часть образа, возможно, когда ему сказали, что вот это ложится. Помните, раньше было слово такое в 90-е годы? Имиджмейкер. Вот почему-то... Нет, ну и в любом случае, если он дал на это согласие... Опять же, я подозреваю, что 90% текстов, которые он произносит, тоже не он писал. Но он же их произносит, и мы как бы воспринимаем это как его слова. Соответственно, так или иначе, он это одобряет, и он к этому присоединяется. Поэтому мне кажется, что если бы это сильно противоречило его эстетическому чувству, он бы оказался. Это не противоречит, просто мы не знаем, искренне он это любит, или потому что ему, не знаю, Громов сказал, или какой-то другой имиджмейкер в администрации. Но тем не менее, да, это вот так работает. Сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним встанем. Встанем, пока с нами рядом Господь, истина с нами. Вот, ну, там дальше песня будет такая без хуков, но на четырех аккордах, но у костра играть можно. То есть, у группы Любе в 90-е годы это не стало бы хитом, потому что у них были хиты, действительно. Да. Но тем не менее. Но самое главное, на самом деле, опять же, мы давайте оставим вкусовщину, так скажем, за кадром. Кому-то, может, это симпатично, кому не симпатично, но что объективно, так это то, что самых первых слов мотив смерти. Вот, апелляция к предкам, апелляция к покойникам, апелляция, да, пафосная, естественным образом, но это вот какая-то вот такая сквозная нить, и иногда это заходит в какую-то такую странноватую мертвичину, что это, может, даже отталкивало кого-то. Все-таки люди очень часто воспринимают песенное, музыкальное какое-либо другое творчество как попытку что-то, найти какой-то позитив. Вот. И этого позитива здесь, конечно, нет. Здесь есть просто пафос. Вот пафос, здесь есть пафос, да. Ну, давайте, наверное, мы целиком слушать это не будем, потому что мы лишимся последних зрителей в этот момент, и, возможно, потеряем их в качестве слушателей даже. Давайте мы в качестве текста откроем и препарируем так. Я включу, чтобы это без звука играло, а сами попробуем разобраться в содержании, что же нам об этом говорят. Авторы. но слушайте, пафосные песни бывают, они бывают застольные, между прочим, да, это как бы есть в такой традиции. Кстати, почему-то Розенбаума тут нету, у него, ой, вот, кстати, Матвиенко руками уже дергает, все в порядке, теперь раскрылся секрет звучания этого. Да, но вот самый первый куплет, там сверху на нас кто-то смотрит родными, глазами, это, конечно, ну, окай. Они улыбались, как дети, и в небо шагали, далее, припев, и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. То есть, понятно, пафос, 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 но пафос не... Культ предков, опять же, знаете ли, да? Да, культ предков, и вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли, кто шел умирать за свободу, а не за медали. Однако, это, чувствуете, на что это похоже-то вообще, да? Да, вот, я знаю... Я имею в виду песню, помните, понимаете, на которую я намекаю, и вот этот автор? Ну, у меня ассоциация только одна. Вот, был такой праздник замечательный в одной незамечательной стране, ну, как праздник, памятная дата. Если я не ошибаюсь, по-моему, 23 ноября это было, могу ошибиться, где 16, как бы, 16 выстрелов было в воздух, в память, как бы, о 16 погибших, и дети из, так скажем, детской организации выкрикивали после каждого выстрела, зачитывали фамилию, они кричали здесь или там в строю, я не знаю, по-немецки, как точно это перевести. Вот, и там много, много, да, таких песен было, и они все эстетизировали смерть, вот это лично мои ассоциации, какие у вас. Нет, здесь просто неожиданно про свободу, обычно про свободу не поется, а эта же песня была Газманова, да, офицеры, потому что она, если слушать только эту фразу, как будто это песня для силовиков, но она же вообще для тем, кто выжил в Гане, в свою честь не изгадив, кто карьеры не делал от солдатских кровей, ну и так далее, значит, за Россию, за свободу до конца. А, да, господа офицеры, что-то ваше сердце под прицелом. Под прицелом, но эта песня про офицеров, которые в 91-м году защитили свободу от ГКЧП, вообще-то. И там был припев, вернее, один куплет, который вывалился, сейчас я даже, наверное, попробую. Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет. Совершенно верно, да. Значит, сейчас я даже найду этот эпизод. Ну, это просто неожиданно слово «свобода» прозвучало в песне «Шамана», потому что обычно это не является какой-то важной вещью в патриотических песнях. Вот у Газманова я это слышал про свободу, и там еще так-так-так-так-так-так, сейчас как бы его найти, сейчас вспомню, с кем я разговаривал об этом. Ну, просто как бы свобода это-то ладно, но там вот есть такая странноватая строчка, я знаю, что мы обязательно встретимся с вами, встанем и снова затянем. То есть, вот это как сказать, тема, конечно, не хочется иронизировать на тему погибших и ушедших людей, но все-таки это какая-то прямо чересчур эстетизация смерти, эстетизация гибели при всем том, кто шел умирать за свободу, а не за медали, и есть очень много ведь песен, в которых достаточно откровенно говорится, для чего собственно СВО, что Вагнер там, где звон монеты, как бы, вот, и это как-то странновато рифмуется, вот этот пафос смерти не за медали, а за свободу, и одновременно, как бы идея того, что братан, айда за 200 тысяч, за 2 миллиона, за тот самый звон монеты, то есть это нормально, оно как бы сочетается. Но это в другой песне, вот эта песня, она как раз мне кажется этот пафос он не противоречив, пока мы читаем только этот текст, то есть есть значит предки, которые нас наблюдают, как мы сражаемся с фашизмом, и ждут нас, вот, и если не смотреть контекст и например гонорары шамана за то, что он колесит значит явно не за свободу, а за что-то другое, да, и при этом вот у него получилось как раз сделать это творчество востребованным для дня города любого, да, то есть это считается высшим шиком, если губернатор или мэр смог притащить к себе именно шамана, потому что это главный государственный певец сейчас, поэтому за него можно платить по 15-16 миллионов рублей за выступление, вот, но сама по себе эта песня и люди, которые даже готовы умирать только за зон монеты, но тем не менее, да, один раз закроешь глаза и ты не думаешь о счете на банковской карте, да, но вот пока ты слушаешь эту песню, у тебя может слеза опуститься, потому что ты думаешь о высоких идеалах, открываешь глаза и там другие какие-то быдовые проблемы и в общем не хочется, вот, но по крайней мере, да, понятное дело, что это ну такая халтура, но хорошо сделанная, на мой взгляд, да, то есть по крайней мере она отвечает запросу, единственное без Газманова, конечно, это смотрелось бы все лучше, вот, Газманову, я не нашел этот оригинальный куплет, вот, потом может быть с вами об этом поговорим как-нибудь, но и вообще это не наша тема сегодня, да, ну в общем изначально песня, она была сакцентирована про август 91-го года у Газманова, потом она под обстоятельства переделась и немножко, да, и осталось только офицеры, то есть песни, которые могут петь вообще-то люди, которые с вами были за ГКЧП, как генерал Суровикин, между прочим, да, вот он поет эту песню и сам не понимает о чем она, да, а как раз возможно это он виновен в гибели трех человек, которые погибли тогда в августе 91-го года, вот, но тем менее, в общем, я не скажу, что вот конкретно композиция «Шамана встанем», она вызывает такой рьяный смех, как вот все остальное творчество, до которого мы сейчас с вами доберемся, это как бы бездушное сделали, но цепляющий за душу, особенно после 300 грамм водки продукт, мне кажется, то есть, ты начинаешь представлять себя, ассоциировать с этими персонажами какими-то, окей. ну, это как-то, конечно, все равно вымученно цепляет за душу, ну, можно, конечно, если есть у человека там, в возрасте какой-то такой запрос, чтобы его это зацепило за душу, потому что слишком много пафосных слов, и, как бы, слишком много пафоса, и, по-моему, этот пафос, ну, он чересчур старомоден, и самое удачное, если бы они просто сделали вот эту версию для мистера Пенса, и она бы была бы единственной, потому что, в принципе, такой пафос, он немножко анахроничен, что ее смотрится. Слушайте, есть запрос, вот, как ни странно, да, может быть, вы помните, был когда-то успех фильма «28 панфиловцев», ну, он очень условный успех, потому что фильм снимался, как это подчеркивалось, на народные деньги, он на караффангене был собран, и, как бы, он неплохой фильм, он просто не какущий, то есть, он в ряду фильмов про Великую Отечественную войну, которые в 70-е годы выходили, он просто был бы, да, то есть, без, там нечего было бы вспомнить, но, так как люди сами воспитывались на кино в 70-х, им хочется, чтобы было что-то такое, и поэтому то, что вы называете анахронизмом, другой человек скажет, это культура. Вот, есть вот этот запрос на что-то такое, зов, который, значит, через, реку кричишь в лес, и он отдается тебе эхом, но вот тут что-то такое все равно, ну, на мой взгляд, существует, довольно бессмысленно, если ты начинаешь об этом думать, но пока ты не думаешь, а поешь, а когда это еще и застолье, нормально. Ну, хорошо, хорошо, вот, мы с вами будем спорить еще, кто больше защищает шамана вообще. Да, будем объективны, будем объективны. И это, кстати, это еще не самая плохая, даже в ряду творчества шамана, потому что у него была песня на, значит, на события в Крокусе, двух дней не прошло, он записал песню про Крокус, когда, значит, террористы из ИГИЛа, там загубили больше сотни человек, кажется. Два дня вместе с клипом ему потребовалось на производственное все, чтобы сочинить, и там буквально, как будто это нейросеть писала, тоже глагольные рифмы, типа встанем, заглянем, и вот как бы не забудем, позабудешь, и вот все в таком духе. Вот это была абсолютная халтура. Здесь, ну, это не так плохо. Да, но это, как сказать, вот рифмы рвать, умирать, это больше к Юлии Чичериной, потому что там прям я послушал эту песню рвать, это, я так понимаю, ее самое известное, а, нет, еще Донбасс-Палас. Я слушал про Армату Атыбаты, мы едем на Армате, вот что-то такое. Ну да, но Чичерина все-таки человек с меньшими, я так понимаю, возможностями, чем шаман, и все-таки есть еще чем заниматься, помимо музыкального творчества, мягко говоря, есть. Ну, тем не менее, тем не менее, те же самые, как вы говорите, глагольные рифмы. Вообще, на самом деле, самое, самое, с точки зрения вокального, может, это вкусовщина, но вот песня Вики Цыгановой про Вагнер. Вот это, вот это песня, да, согласен. И до нее руки клятого Гугла еще не добрались, так что можем с вами восторг всего испытать. Вот, и это первое, что вылазит, когда в Ютьюбе ищешь по Цыгановой что-либо. Вот, сейчас мы, значит, а какая версия, правильная, кстати, сейчас, секунду. Правильная. без слов, вот можно, видимо, слова просто читать, 400 тысяч просмотров, есть список, плейлист ЧВК Вагнер, ну, интервью с Дудем, есть версия с Юрием Дудем, да, где... Вот, ну, давайте, наверное, без клипа, так сказать, посмотрим, здесь слова будут вылазить. Ну, здесь как раз, кстати, вот, подчеркивается, значит, что сугубо мужская, господи. Вы любите... А, понятно, это пародия какая-то, давайте, значит, не будем... Ну, давай, неужели ее... Так, чебурашка, все, давайте вот здесь посмотрим, чувакова... Неужели Вику Цыганову удалили с песни? Она так и называется, Вагнер? Да, она называется Вагнер. Ну, слушайте, похоже, Ютуб я вам ссылку кинул, там, на каком-то сайте лучшее вот это творчество. лучшее творчество. Давайте, лучшее творчество. 12 лучших песен. Угу. Так, сейчас я найду, значит, куда вы мне кинули ссылку. В Телега. Ага. А, на Регнуме, да, понял, да. Да, отличный сайт, вот, так же хорош, как социальная сеть ВКонтакте. Да, будем воспроизводить тогда отсюда, да, хорошо. Да. Значит, а вот это исследование такое, да, лучшие песни? Нет, там не та ссылка, там ниже, иркутский портал, они залили все эти песни. Слава Богу, кто-то должен был это сделать. Да. Да, 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 давайте сейчас тогда. Ну, слушаем, теперь, да. А, мотив-то, кажется, вообще, из фильма «Бой с тенью», что-то такое. Ну, мотив знакомый, да, он немножко, наверное, переделан. Возможно, отсылка какая-то к Рихарду Вагнеру, у него произведений много, так что все возможно. Да, ну, скрипка же, у меня просто хреновый музыкальный слух, но я слышу скрипку, она же там есть, правильно? Скрипка обязательно есть, да. Да. Ну, там, как минимум, струнный как бы квартет играет. Ну, скорее, правда, все равно это на синтезаторе сделано дешево, но тем не менее. Оркестраты войны, безума влюблены, в оратории канады. Это золото дней и разрывы ночей, и вон тракты больничной палаты. Оркестраты войны для огня рождены, для сражений без всяких иделей. Где под крики химер, дирижер Люцифер, управляй полетом валькирии. Вот. Я слышал рецензию значит, на это произведение от Сергея Кургиняна. И он просто рвал и металл, потому что здесь текст «Где под крики химер дирижер Люцифер управляет полетом валькирий». И это персонажи просто, знаете, как персонажей Marvel совместили бы с Союзмультфильмом про Чебурашку с доктором Айболитом, вот, потому что это неплохой образ, неплохой. Да, 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 ну вот набор, значит, героев, он такой любопытный, из такого тяжелого похмельного сна примерно. Вот, смычка, ЧВК, вот это не глагольная рифма, это мне нравится, кстати говоря, да. Давайте, может быть, чтобы тоже не насиловать уши кому-то, да, мы и текстом что-то прочитаем, потому что текст, конечно, мощный. Оркестранты войны не хотят тишины, во Вальхаллу их гнуть в ярком свете, в небе только луна, в сердце только война, и безумная танго смерти, прекрасно, да, оркестранты войны, оркестранты войны России, пусть пребудет с вами благодать, наши павшие, наши святые и небесная божья рать. Так давай, Вагнер, играй, оркестрантов своих поднимай, поднимай легким взмахом смычка наша русская чувачка должна быть, чтобы ритм получилась. Ну да, но вот помимо, между прочим, той же самой темы смерти, которая бесконечно из одной песни кочует в другую, это просто вот какая-то творческая некрофилия постоянно, некрофилия в том смысле, ну не в смысле девиации, а в смысле эстетизации смерти. Вот, это достаточно вообще зловещая песня, потому что смотрел какой-то клип, когда он еще на ютубе был жив, где там куча народу, и Вика там прям всех вот, такое ощущение, что сейчас поднимет на штурм Пальмиры, ну вот, и вот у меня были очень такие сильные, у меня это вызвало достаточно сильные эмоции, что вот как, ну типа, людям нормально вообще так эстетизировать смерть, вот такой откровенной некрофилией заниматься, я вот находился в состоянии охреневания, если честно, в тот момент, потому что есть, много песен посвящено и Вагнеру, и Пригожину, и песни Сергея Шнурова, посвященная Пригожину, вы наверняка слышали. Да, ну это песня «Дню рождения», она персональная, так скажем, подгон на корпоратив. Да, ну тем не менее, вот это, как сказать, ну, как это можно воспринимать нормально? Ну вот я не знаю, может я какой-то не россиянин, но я прожил всю жизнь в России, и вот близко такой завоящей эстетизации смерти, я вот с ней не сталкиваюсь. Ну слушайте, есть книжка такая, которую в России в 90-е годы издали под названием, чтобы ее точно купили, книжка Риха Фрома, немецкого философа, психолога и так далее, солога даже в каком-то виде. Короче, книжка называется «Адольф Гитлер. Клинический случай некрофилии». Она в оригинале как-то по-другому называлась, но вот на обложку сунули Гитлера с его усиками, название придумали сами, но в целом рассуждение как раз вот про это. На самом деле блестящее издание 92-го, кажется, года, а люди как будто бы с украинского канала «Новости 24» придумывали заголовок, но тем не менее, в отличие, кстати говоря, от этих YouTube-каналов, там содержание насколько-то совпадает все-таки с заголовком, который был придуман редактором. Действительно, там это много рассматривается, и как люди увлекаются, смотрят в смерть, ну и у значит, у Эриха Фрома там, как обычно, про то, что кто-то хочет казаться, а не быть, и он, значит, что-то вот такое сублимирует, подменяет там, но тем не менее. Но Эриха Фром все-таки серьезный философ. Да, нет, это хорошая книжка, я ее с большим интересом прочитал, то есть даже если не слишком издеваться над тем, в каком виде это было издание, вы можете ее на Флебусте скачать, посмотреть, и как раз, да, это, но эта вещь, она какую-то часть населения цепляет, да, потому что это разговорами о вечном, с одной стороны, да, про смерть, да, потому что все люди умирают, а вот смерть, она, значит, всегда, значит, существует, и все к ней придут, так или иначе, поэтому эта тема может быть где-то закрыта, а тут ее приоткрывают, но она умножается еще, конечно, на такой, на садизм, в котором, который культивируется во время войны, ничего привлекательного в этом нету для нас с вами, но при этом для какой-то части населения это звучит гордо, это звучит пафосно, и люди, которые оказались там, им нужно каким-то образом эстетизировать вот эту кровь, грязь, смерть, которая их окружает, потому что, если ты не кайфуешь от этого, ты сходишь с ума, или не можешь справляться со своей деятельностью. Нет, я понимаю, я просто, как сказать, у меня вот в чем главный мой вопрос, на самом деле, к всему этому творчеству, не то, что оно плохое или хорошее, в конце концов, дело вкуса, а в том, что оно эксплуатирует такую тему, которая в общем для России была не очень типична все это время, вот я вспоминаю там 2018, 2019 год, и близко, вот когда в темниках российской пропаганды было продвижение пенсионной реформы, вот у Дмитрия Киселева в передаче был такой жизнерадостный, такая, у него же всегда на заднике, за ним постеры всегда появляются на экране, вот, вот у него там было жить, с восклицательным знаком в конце, да, да, то есть, очень, очень жизнеутверждающий, и в принципе, российская пропаганда, она же в основном как бы строилась на том, что, ну в общем, она не эксплуатировала так тему смерти, и эксплуатировать тему смерти, это же происходит, как сказать, это не то, что шаману там выпустили темник, как ему написать свою песню, он сам как-то к этому приходит, да и люди, в общем, наверное, кто занимается этим творчеством, сами к этому приходят, но вот демоническая, вот эта вот сущность смерти, она была не очень характерна, тут как-то вот так по мгновению волшебной палочки, они вдруг все стали какими-то практически оккультистами демоническими, разве нет? оно и так, и не так, потому что, если посмотреть на основные каналы пропаганды, там до сих пор люди и на жизнь в России, на самом деле, люди там продолжают жить, и есть какая-то часть, либо по обстоятельствам людей, загнанных на фронт, либо потому что они сумасшедшие садисты, действительно, но это какой-то процент, он не составляет десятки миллионов людей, и вот для них как раз предлагается культ смерти, предлагается, ну, какое-то объяснение, зачем это все делается, и, соответственно, эстетизация этого всего, а в целом телеканалы делают вид, ну, и не то, что даже делают вид, там-то жизнь в Москве продолжается, вот, и это вещи, которые существуют одновременно друг с другом, да, то есть, потому что песни Цыгановой, Вики, Акима Апачева или Юлии Чечериной, они успехом в обществе не пользуются, они существуют вот в какой-то определенной субкультуре, субкультуре, да, и почему они так боятся квадроберов, видимо, да, потому что вот эти сто человек, которые попали в ТикТоке, квадроберы, они то более популярны, чем музыка Акима Апачева в Российской Федерации, поэтому, конечно, с квадроберами нужно бороться, да, но, тем не менее, да, это какая-то вот такая маленькая субкультура, ну, даже если... Субкультура фанатов СВО. Да, 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 то есть, да, она охватывает там, ну, сколько-то сотен тысяч человек, возможно, да, но там есть какой-то предел, если вы зайдете в телеграм-канал Захара Прилепина, то есть, почему, я его читаю, потому что получаю удовольствие всякий раз, вот говорят, не писатель, хреновый писатель, ну, хреновый писатель, но захожу в телеграм-канал, и мне это нравится читать, мне нравится читать, то есть, там нет ни одного дня, чтобы он не ныл, что либералы до сих пор не убираются с руководства телевидением, не убираются с руководства книжными издательствами, и они продолжают не выпускать Захара Прилепина, его там, трех дуганов, рэперов, никто не слушает, ну, вот, есть какая-то обязаловка, которая существует, они очень ругаются на шамана, как на человека, который оседлал какую-то волну, но сам он при этом не искренний, и он-то готов поддерживать что угодно, лишь бы его концерты покупали на дни города, и... Он практически крипто-хохоу, да? Вот, это, там, главное ругательство как раз, то есть, если человек не имеет никакого успеха, у него, там, 4 тысячи подписчиков, его книжки не издают, не хотят его сценарии брать на кино, вот это, скорее всего, настоящий русский патриот, потому что у настоящего русского патриота успеха, как я читаю Захара Прилепина, его не может быть, ну, вот такого всенародного, чтобы его по телевизору... Ну, кроме самого Захара Прилепина. Но он тоже как будто считает себя неуспешным, то есть, несмотря на то, что у него программа на НТВ выходит каждую неделю, ну, и никогда не попадает в первую сотню рейтинга на медиаскопе, никогда не попадает, но программа выходит. И как будто он достиг некоторой вот этой вершины, то есть, он получил эту программу, его зовут на вечер к Владимиру Соловьеву, но в целом больше ничего там нету. И он и это не считает успехом, потому что он же хотел бы быть Максимом Горьким, он бы хотел жить в Москве на улице Захара Прилепина, вот, этого бы ему хотелось. Но этого не происходит почему-то. Нет, мне кажется, что Захар Прилепин скорее хотел что-то в себе такое вот от Михаила Шолохова, вот, потому что Алексей Максимович, он при всем том, что писатель хороший, и это глупо отрицать, но все-таки это не такой писатель, который имел бы успех мирового масштаба, в отличие от Михаила Александровича, который все-таки в 65-м году, если я не ошибаюсь, или в 64-м Нобелевскую премию получил. Ну вот, хотя вот, кстати говоря... Горький до революции это очень востребованный и популярный был автор в Европе. То есть, не величина, чтобы лучше из лучших, потому что про Нобелевский лауреат можно сказать в какой-то момент лучше из лучших, но тем не менее востребованный и популярный был, конечно. Ну да, но в этом смысле он же практически, как сказать, повторил путь Михаила Александровича Шолохова только в миниатюре. Дело в том, что чем занимается вообще российская либеральная общественность, когда, ну, имеется в виду такая литературная, то есть, там, Быков, там, даже, по-моему, Галина Юзефович хвалила Прилепина тем, что как-то пытаются поддержать самооценку Захара Прилепина. И я в этом смысле присоединюсь к классикам. Действительно, ну, вот, обитель неплохая вещь на самом деле. То есть, и, конечно, включает Захара Прилепина в школьные учебники, а вообще включен в школьные учебники, вот, современный учебник истории точно. То есть, в современном учебнике истории он включен именно вот литература, так скажем, современная российская литература, современные российские деятели культуры. Там, между прочим, даже есть Дмитрий Пыков, если я не ошибаюсь. Вот. Но, с каким-то таким политическим. раньше в школьный учебник легко было попасть, просто потому, что их десятки всяких разных были. Сейчас вот... Нет, официальный. Я вот про последний учебник истории в разделе вот культура. Прилепин там есть точно, там даже его портрет есть, что вот это вот, там же есть разделы разные, там культура, экономика и так далее. Вот в разделе культура Захар Прилепин есть, и даже фотографии вот там есть, что вот, мол, какие писатели в 21 веке были. Ну, я просто боюсь, что мы до сих пор живем вот этими старыми мерками. Это в советском учебнике, это принципиально важно находиться. сейчас тебя на ютюбе могут чаще увидеть дети в течение одного чем дня, потому что ты снял какое-то видео актуальное, нежели тебя напечатали в учебнике, которые они один раз пролистнут страницу, пририсуют тебе рожки с гитлеровскими усами, больше никогда не вернутся. Вот, ну, то есть, это вот в советском союзе, когда никаких развлечений, кроме книжек, не было, и учебник можно было перелистывать, и я этим занимался еще даже в 90-е годы, когда учился, и не было интернета очень много, но сейчас это другой совершенно статус. То есть, приятно, конечно, и люди на это ориентируются, но тем не менее, от того, что они, мало ли вы видели в учебнике по истории разных напечатанных людей, про которых больше никогда не вспоминали после того, как доделали домашние задания. Нет, но это есть в этом и некоторые пафос, некоторое почесывание, груминг, самомнение, потому что все-таки в культуре середины 20-го века там есть, например, Борис Пастернак, есть тот же Шолохов, а в культуре 21-го века есть Захар Прилепин. Притом, там нету точно ни Сорокина, ни Пелевина, которые, в общем, конечно, тоже несопоставимы с великими русскими классиками, на мой взгляд, но все-таки гораздо ближе к ним, чем Захар Прилепин как бы при всех его творческих стараниях. Но, тем не менее, вот читали ли вы, Илья Андреевич, какие-нибудь книжки вот с вот этим вот ярким официозом, потому что, опять же, дискреймер для наших уважаемых зрителей и слушателей. Официальное не значит бездарное. Вот. Как повезет. И даже уропатриотическое не значит бездарное. Ну, да. То есть, много вообще такого официоза. Господи, наше все Александр Сергеевич Пушкин, что только официозного не писал. Его я сразу полюбил, он честно, бодро правит нами. Россию вдруг он оживил, войной заботаю трудами. Но вот эта планка лизнул, так лизнул называется. Ну, и так далее. То есть, и оппозиционного много писал, и, то есть, официозное, даже Лизаблюдское, тоже не всегда бездарное. Вот вы что-нибудь такое прочитали? Может, у вас поэтесса какая-нибудь есть в современной Слушайте, мне, конечно, я читаю, вот правда, как это, мысли, значит, существую. Вот зет-поэты, если они ноют, они существуют. Если они не ноют, я не узнаю об их существовании. Вот правда, то есть, они же там так друг с другом перекусались, кто, значит, попал в этот сборник, который издавал Маргарита Симонина. Кстати, этот сборник, ну там, не знаю, 10 тысяч, может быть, издали, и его до сих пор не могут никуда деть с полукнижной магазины, он просто занимает еще это место, что могли бы люди купить, но там стоит... Это уж, кстати, писательница. Не просто писательница, но, как мы выяснили, организатор литературы, то есть, практически Александр Фадеев. Да, 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 не, она как раз это хочет, там, простая тетка из Краснодара, но это так приятно, когда у тебя там обхаживают сотни каких-то поэтов, людей, которые, да, они плохо пишут, но все равно пишут лучше, чем она, но тем не менее, вот они должны заглядывать ей в глаза, хвалить ее, значит, писать, там, поздравления с днем рождения у себя в телеграм-каналах и так далее, и так далее. Это приятное, конечно, ощущение, но, ну да, вот, это творчество в телеграмах, когда в телеграм-каналах, в смысле, а не в том, что с телеграма отправляется, оно меня, конечно, впечатляет. Мы с Андреем Захаровым на стримах периодически читаем какие-то рассказы, которые печатаются в журналах толстых, литературных, они до сих пор выходят, типа журнал «Москва», и, ну, я не могу сказать, что это очень интересное какое-то чтение, то есть я с удовольствием, надо сказать, прочитал за, там, один день книжку, которая «Зов» называлась, ее десантник написал, который уехал с войны, но эта книжка не патриотическая, да, ее в Европе пытались издать, наверное, издали, да, там скандал потом был с Осечкиным, который хотел все деньги забрать себе, как обычно, но тем не менее, вот эту книжку я прочитал с удовольствием, потому что это было через несколько месяцев после начала войны, и это вот, ну, какая-то такая проза с рассказом о том, что там происходит, поэтому она не причесана, не приглажена чиновниками, и это, ну, звучит как речь человека, который с тобой бы сидел за столом, рассказывал о том, чего-то не видел, но что интересно, где очень много адреналина какого-то, который связан с тем, что взрываются бомбы, там, кого-то убивает, кому-то оторвает ноги, и, в общем, пока это не проходит причесывание, редактуру, и такого, видимо, ощущения автора, а как на меня посмотрит со стороны, я думаю, что это нормально считается даже, ну, учитывая, какое жуткое, но при этом вызывающее интерес события происходит, но там глобально ничего не рождает, то есть, есть фрики какие-то, которые появляются, типа поэтессы Анны Долгаревой, или Долгарева, да, вот я буду все время как у нее ударение ставиться, и у нее было произведение, ну, давайте я сейчас найду, что вы оценили, да, продекламируйте, пожалуйста, да, это не дают читать эти стихи, вот, наверное, через ВКонтакте откроется, перед смертью мы будем дети, клевер цветущий, пушистая жопка шмеля, влажная дышащая земля, пальца растворенная в лете, прошу прощения, пальца растворенная в лете, в лете господнем 2022, вот, про жопку шмеля это, это мне запомнилось, и она довольно дико выглядит, когда декламирует, вот, давайте, давайте вы сами порассуждаете, а я пока найду стихик, где же она их считала, наверное, какие-то уроки были о важном, нет, в ее телеграмме, я в ее телеграмме это читал, дело в том, что, собственно, Анна Долгарева известна тем, что она в каком-то смысле прикрыла, во всяком случае, с пиаровской точки зрения, то, что называется перегруппировка российской армии с территории Херсона, в тот момент она, как военкор, находилась в Херсоне, и всех очень зацепил, оборот, и мы покрали енота из херсонского зоопарка, то есть, это вот в этой картине, собственно, печальный для Z-пропаганды, что, ну, как сказать, пришлось сдать город, нашелся вот какой-то позитив, что смогли своровать енота из херсонского зоопарка, вот, и это даже как-то немножко, с этого момента ее начали звать на интервью всякие, она стала такой, достаточно популярной, то есть, вот свои 15 минут славы на этой спецоперации она получила, да, но с точки зрения вообще литературного творчества, можно сказать, что, вот как писал, по-моему, Твардовский, есть одна война незнаменитая, вот, он, конечно, это советско-финской писал, но удивительно, что, чего точно нету, это книг, изданных за 2,5 года вообще могли бы что-нибудь написать, я не знаю, как с украинской стороны, может, там есть какое-то такое творчество, но у нас все как-то заканчивается писаниной в Телеграме, а вообще и Сладков, и Поддубный могли бы постараться, вот, это, по-моему, с ее Телеграм-канала. Но это не с ее Телеграм-канала, но это она перед детьми выступает в школе, урокки о важном происходят, так называемые. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно подпустили. Да. Это, оказывается, строчки Долгарева, я просто по наивности думал, что это Анна Андреевна Ахматова, как бы, между прочим, Муроженко-Одесса по фамилии Горенко. Может быть, это не только, что она зачитает, давайте послушаем до конца. Речь, не горько, оставься без крова, ему сохраним тебя русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки. Вот вы, ребята, будете теми, кто пронесет русское слово, кто пронесет русское слово и передаст его дальше. И это очень большое право, это очень важное привилегие, которое... Нет, это не то видео, я прошу прощения. Я, как бы, если, может быть, кто-то не знает, это стихотворение Анны Ахматовой. Не Анны Долгарёвой, но тоже Анны, между прочим. И даже не Ахметовой. Даже не Ахметовой. Да. И тоже имеющие отношения к Украине. Во всяком случае, в тех краях неживший. А, вот, все, давайте, вы это вырежьте, конечно, как она читает. Ну, с другой стороны, может быть, люди что-то новенькое для себя узнают, это тоже хорошо. Сейчас я не хочет закачиваться. Сейчас я опять отключу VPN. Надеюсь, он мне больше не понадобится. Секунду. Так, и... Блин, что же... Нашлось, нашлось. Сейчас, секунду. Ах, вот, все, наконец-то. Там две минуты, но... Оно... Вот, это как раз производит впечатление, но, наверное, не такое, как хотелось бы. По крайней мере, людям, которые позвали ее выступать на обществе знания... Ой, так, сейчас, секунду. Это неправильно я сделал. Сказку больше не могу. Это человек... Не в то видео стоял. Не в то окно. Вот, теперь можно. Расскажи мне, расскажи, сказку больше не могу. Это человек лежит, расцветая на снегу. Это красным он зацвел, как цветок на остановке. Расскажи мне про котел, впрочем, лучше про котов. И про новые винтовки на реке, плывет топор прямо до Чугуева, ну и пусть себе плывет. Ну, как думаете, деревяшка? я думаю, что в тексте это бы воспринималось бы, может быть, хоть немножко более удовольствием. Вот, но мы имеем счастье быть современниками авторессы, так сказать. Так что, давайте послушаем, до Чугуева плывет топор. Абрикосы зацвели, рано не дождавшись марта, и огонь бежит по карте, и по кожице земли. О, земля, сыра постель, вот мужик орет сирена, но стоит он на коленях посреди трамвайных линий и пытается он сына собирать из запчастей. Эх, на небе породей, а по реке плывет топор прямо до Чугуева, ну и пусть себе плывет, может он за мир вообще. Ну, там еще 40 секунд. кто захочет, найдет, но вот, но впечатляет, согласитесь, да? То есть, да, это, это очень плохо, но, по крайней мере, вызывает эмоцию, по крайней мере, хочется там в монитор чем-то кинуть, или там наушники бросить на пол, скорее, чтобы это не слышать. Так что, вызывает чувство, по крайней мере, а творчество должно это делать. Да, но все-таки, я думаю, что она вообще не того эффекта, на самом деле добивалась, я сейчас скажу очевидную мысль, что, быть может, автор не это хотел сказать, не то, что он сказал. Не то, что он сказал. так бывает. Но, я вот даже такую для себя придумал ачивку. Найти что-то из этого творчества, где не было бы ни упоминания смерти, ни упоминания гипотетической смерти, ни, в общем, не было бы лишено эстетизации смерти, вот что-то из этого творчества. Потому, что, если кто-то скажет, что, да, это вся история про войну, что это творчество о войне, война смерти, да нифига. Вот, включите любой советский фильм, ну, не любой, но, половина советских фильмов, они о чем угодно. там, в бой идут... Да, в бой идут они старики, песня «Клён зелёный», там вот что-то ни разу ни вальгаллы не упоминается, ни предки, которые смотрят на нас высоко, вот как-то так вышло. Да, там смуглянка-молдаванка собирала виноград. То есть, это вот действительно огромное количество воспоминаний фронтовиков, они строились на том, что, не на том, как там плывёт топор куда-то, или где там труп на куски разрывал, этого хватало в жизни. Они нам писали, хочется вот бабу расцеловать, вот такие чувства посещать, потому что люди, они, в общем, остаются людьми даже в очень экстремальных ситуациях. А когда люди очень натужно пытаются из себя вот этот некропафос, во, отличное, по-моему, слово, некропафос, выдавить, то сразу возникает автоматически чувство и рефлексия, что они вот какой-то дурью маются, что они вот во что-то играются. И вроде бы игрались дальше, если бы от этого люди не умирали, как бы. То есть, пожалуйста, пока у них был вот этот некропафос в ящике, и от него никто, во всяком случае, напрямую не страдал, и не умирал, и не лишался там домов и прочего, да Господь с ними, но когда вот этот некропафос их сам автоматически вывел на вот эту тропинку, это, конечно, да. Я прошу прощения за какое-то, может быть, излишнее морализаторство, но у меня такие мысли, что все творчество о войне, оно, как правило, не о войне, оно о каких-то там нужных, желаниях, о каких-то вот... И о том, как хочется вырваться с войны, на самом деле, чтобы смерти не было вокруг. Да. Потому что войны и без этого хватает. Да. Вот. И это, на самом деле, удивительно. Но вот я почему не упомянул фильмы, потому что я, если честно, не нашел ни одного. То есть, я... есть один фильм про малазийский Боинг, он называется Клондайк. Вот. И этот фильм даже вроде как крутился в кинотеатрах. Но, по всей видимости, его постоянный зритель был, он же его оператор. Потому что я этот фильм как бы не то, чтобы посмотреть. Его просто найти, его упоминания в интернете достаточно трудно. Ну, ну, хорошо. Я вам скажу, были фильмы, на самом деле. Есть фильм «Свидетель», который должен был сначала называться «Музыкант», про какого-то израильского дирижера или там скрипача, который перед 24 февраля застрял в Киеве, начинается война, и он видит, как это украинцы расстреливают свои города, значит, не говорят никому правды, ну, и вот, соответственно, вот такой человек наблюдает все ужасы, а потом оказывается на пресс-конференции, где европейцы ожидают, что, ну, вот он скажет про зверства россиян, но он этого не делает, он говорит про другие зверства. Вот такой есть фильм, но он известен просто потому, что на него тоже написали какие-то смешные обзоры, и он собрал, не знаю, 40 тысяч долларов, может быть, в кинотеатрах, а потратили на него там 3 миллиона, допустим. Есть, есть такое, но это надо готовиться, смотреть, и это тоже не является большим событием для всех людей, кроме тех, кто получал зарплату там. Ну да, да это, в общем, наверное, для гипотетических зрителей, вот этих субкультурных, тоже не является никакой традицией, в этом смысле все по-твардовскому, есть одна война незнаменитая, как бы, ну вот, но все-таки у нас что еще? Книжки остались, книжки... Ну вот я сказал, что не прочитал ничего интересного, но подождите, давайте мы, кстати, про песни и стихи просто оценим, песня, кстати, популярная довольно, да, но она была написана до 24 февраля, это гимн Вагнеров до этой самой, до Вики Цыгановой, но это тоже там, типа, внутри этой субкультуры популярная песня, на самом деле, это уже, как бы, для них это немало совершенно, потому что, как правило, там все намного хуже, и даже какого-то большого субкультурного явления обычно не появляется, вот, но сама песня, лето и арбалеты Ча Вагнера подъедут, где, где слышен звон монеты, танцуют их там нет, то есть, как бы, без звона монеты они бы точно не приехали, так что... Да, не за медаль. Да, и танцуют их там нет, то есть, это люди, про которых мы 8 лет говорили, что на самом деле на Донбассе идет гражданская война, и там не участвуют российские формирования, а их, то есть, российских военных там нет, вот, но вообще-то, если слышен звон монеты, то они тут как тут, вот поэтому, мы, вот, кстати, и песня тоже приобрела популярность, как мне кажется, ровно потому, что... Она честная. Она честная, да, и она вот такая про авантюру, ну, тоже про смерть, разумеется, там дальше это много, и раз Вагнера упоминается, то полет Валькирии, там, рифма где-то встречается, ну, это обязательно, да, то есть, как это, набор клише, как раз уже сказали Вагнер, и как не сказать про Валькирии, да. Ну, другой оперы Вагнер для них не писал, там. Да, ну, и там, что в этой, что это вообще опера, полет Небелунгов, да, и песни Небелунгов, песни Небелунгов, ну, там много там. Да, но просто полет Валькирии, это там один относительно небольшой кусочек, потому что целиком, кажется, это произведение там часов в девять должно длиться, да, если... Ну, вообще, если уж о том зашла речь, дело в том, что фестиваль, посвященный творчеству Рихарда Вагнера, он проводился еще со времен нацистов, это фестиваль в Байройте, это фестиваль в Байройте, и его организовал, ну, естественно, Адольф Гитлер вместе с Виннифред Вагнер, Виннифред Вагнер, это была, по-моему, его вроде дочка, или... В общем, какая-то... Ну, да. Какая-то очень близкая родственница, и на этот фестиваль в Байройте в качестве обязаловки свозили всех партийных чиновников, там была музыка Вагнера, то есть, вот этот фестиваль длился очень долго, его отменили, его начали отменять, по-моему, то ли в 41-м году, то ли в 42-м, то есть, его даже в годы войны проводили, и потом, после войны, естественно, там была программа денацификации, и Вагнер вроде как, ну, не запрещался в ФРГ, но все-таки не одобрялось это все, и вот этот фестиваль в Байройте, насколько мне известно, он возродился, то есть, есть там прапраправнучка, чуть ли не прямая, Рихарда Вагнера, праправнука Адольфа Гитлера только нету, который тоже позвал бы ее открыть это все мероприятие, но она опубликовала большой пост о том, ну, как бы отмежевалась, когда вот в дни Пригожинского мятежа она поведала городу и миру, что никаких вообще прав у Евгения Пригожина на имя ее великого предка как бы нету, что они не имеют никакого отношения к ЧВК Вагнер, и вообще музыка здесь совершенно ни при чем, это достаточно забавно выглядело, вот я только точно не знаю, проводится ли до сих пор фестиваль в Байройте, вот если среди наших слушателей наверняка есть люди, живущие в Германии, скажите, пожалуйста, проходит этот фестиваль, потому что безотносительно вот к истории, к политике, как бы, ну, музыка такая специфичная, и вот эта основная мелодия из полета Валькирии, она настолько заюзана как бы всем, кем только можно, от кинодокументалистов до любителей, как бы, воткнуть в зловещую музыку, вот, наверное, одна из самых известных в мире мелодий, вот, кстати, мы и нашли интересное творчество, связанное как бы со спецоперацией Z, это, собственно, непосредственно творчество только не Евгения Пригожина, и не Уткина, а самого Рихарда Вагнера. Вот мы, кстати, спорили с Леонидом Александровичем о том, насколько они намеренно эксплуатируют вот этот образ нацистской культуры, потому что некоторые экивоки в этом смысле есть. Вот вы какой точке зрения придерживаетесь? Они как бы эксплуатируют это, или оно само по себе выходит, само заползло? Я думаю, чаще всего само по себе заползло, просто потому что люди более-менее одинаковые, и когда ты хочешь, чтобы они ходили строем, ты должен им как-то вот красивые костюмчики пошить, ну и вот, соответственно, что-то не делай для этого строя, лучший брендбук, он уже там получился во времена нацистской Германии, поэтому... Получился у Хугабосса, да. У Хугабосса получился, ну так или иначе, да, там много таких вещей сошлось, да, которые тогда просто они и эстетически, и музыкально работали, и, соответственно, кто-то на ощупь к этому приходит, я сомневаюсь, что кто-то там пересматривает действительно, хотя, с другой стороны, почему бы и нет, почему бы не пересмотреть фильмы Лени Риффеншталь и как бы вот на этот культ тела и так далее, как он это должен тоже в строе ходить и так далее, поэтому мне кажется, что это не зловещий какой-то план, а просто, ну вот, человеческая психология и психология Массона так работает, что вот нужны какие-то такие символы, так получилось, что они были и они уже архетипичны вполне себе, вот, а не потому, что какие-то сатанисты, значит, хотят всем вырастить усики, как у Гитлера, для того, чтобы нарушить память предков. Нет, первое, кстати, одно из первых интервью, которое было с началом спецоперации, это было, вот оно произвело на меня впечатление, это интервью Григория Юдина, между прочим, из России, Катерине Гордеевой, очень рекомендую его, и он там такую мысль пробросил, что да, они заигрывают с нацистской эстетикой, совершенно как бы не случайно, то есть, тут не баг, а фича, и на это как минимум, ну так, одобрительно закрывают глаза, и он это объяснял, то есть, это уж, помните, когда Слуцкий на похоронах, по-моему, Леонид Слуцкий, глава ЛДПР, на похоронах Жириновского, кажется. Нет, Дарья Дугиной, Жириновский до спецоперации, богу душу отдал. Нет, во время спецоперации, он приходил в себя и не пришел. Да, в первые дни, ну, он уже, нет, он там пару месяцев подержался, короче, да, фраза один народ, один лидер, одна партия, нет, Слуцкий не может сказать одна партия, но что-то он там такое сказал, да, одна семья, возможно. Нет, один народ, ну, да, и вот эти вот, любовь шамана к вот этим повязкам, нарукавным, как бы, только уже там с флагом России, даже с буквой Z, в общем, мне кажется, что они, как сказать, достаточно так стыдливо и кивоками, но одобряют это заигрывание, потому что, ну, просто его слишком много, то есть, выстраивание там детей, буковка Z, вообще использование, понятно, что символика Z, она появилась, как бы, стихийно, случайно, но все остальное, все остальные ее производные вполне себе не случайны, потому что, ну, все-таки, Слуцкий же не городской сумасшедший, он отыгрывает роль городского сумасшедшего, и он бы не стал бы это делать, если бы не знал одобрительный кивок, не чувствовал бы одобрительный кивок начальства, ну, может быть, у него так фраза прозвучала, это действительно уже на смерть Дугиной было, он сказал, одна страна, один президент, а президент, это человек из демократических государств, одна победа, вот, так что все совпадения покажутся случайными, а Жириновский, он умер 6 апреля 22-го года, все-таки пожил пресс-воощь, ну, он там в коме находился, да, но я вообще склоняюсь, что он просто умер раньше, они просто об этом не сообщали, как-то вот так, наверное, но пацаны... блин, это, кстати, интересно, потому что это же такая обычная история с центрально-азиатскими диктаторами, и это было еще с Ким Чен Иром, то есть, когда несколько недель не говорили про его смерть, а вот человек, который восхищался всегда вот этими диктатурами восточными, но при этом он был лидером демократической партии, да, но все равно, если его также провожали, как и тех диктаторов, это символично, конечно, да. Ну, да, но он, кстати, как сказать, у некоторых диктаторов даже критиковал, он Лукашенко критиковал, например, он говорит, что народ зажимает, смотрю на белорусов, грустные лица, вот, это, собственно, цитата самого незабвенного Владимира Вольфовича, ну, вот, а под занавес на тему книжек, так скажем, конгроевных российской пропаганде, на меня произвело впечатление книга уже нашего, так сказать, современника Павла Губарева, что удивительно, он еще живой, что с героями Новороссии вообще не типично для героя Новороссии, эта книга называется «Факел Новороссии». Больше всего меня поразило в этой книге две вещи. Первое, что она свободно продается в России, второе, то, что она полностью противоречит всему официальному российскому нарративу и противоречит как может, противоречит абсолютно. То есть, да, то, о чем не хорошо. Ну, действительно, на Амазоне, если хотите, на английском почитать. Вот, торч оф Новороссия. Так что... Да, торч оф Нью-Раша. В частности, в этой книге просто в пух и прах разбивается вся идея, не то, чтобы про их там нету, а про невмешательство в дела чужого государства. То есть, там говорится вот прямо буквально имена, фамилии, явки. То есть, о том, что вообще Губарев по своему, так скажем, генезису, по своему такому хабитусу, это революционер. То есть, вот у него такой психотип бузатера, что... Смутьяна. Да, где бы систему раскачать. Это очень странно, что он не стал активистом непосредственно самого Майдана, а был напротив, как бы, активистом даже не антимайдана, сепаратистов донецких. А потому что донецкий, а если бы он в Киеве жил, родился, то был бы на Майдане. Да, то есть, вот я, конечно, не буду его сравнивать с Волом Троцким, потому что вот это вот международный революционер, то есть, человек, который желает пошатать систему, он попадает вообще как курвощип, то есть, он не очень приятен и не очень удобен российской системе, потому что российская система не любит пузотеров, вроде Владлена Татарского, то есть, это же действительно идеология человека, который вот всех ограбим, всех убьем, все будет, как мы любим, как он это сказал, вообще, если я не ошибаюсь, даже в Каемлевском дворце, по-моему, когда присоединяли Херсонскую и Запорожскую власть, но, может быть, я немножко идеализирую самого автора, потому что он все-таки еще жив, и он отрекся от своего боевого товарища Гиркина, то есть, когда Гиркина непосредственно посадили, но все-таки он был гораздо ближе к вот этим вот несистемным людям, кстати, удивительно, почему Гиркин книжку не написал, ну, может быть, потому что Гиркин плохо пишет на русском языке, как настоящий русский националист, он по-русски пишет с чудовищными ошибками, с пунктационными, с орфографическими, то есть, ну, Гиркину хочется подарить как бы коробку запятых, вот, и пусть напишет как бы свои мемуары, тем более он сидит в тюрьме. Сейчас есть время, получается, да, но, слушайте, у него же, а вы обращали внимание, что у него вот этот Солженицынский, как я понимаю, стиль, да, то есть, когда ты пытаешься без яти и так далее, но сохранить грамматику дореволюционную и пишешь, ну, когда безмятежный пишешь, ты пишешь безмятежный, то есть, через С, без буквы, вернее, с буквой З пишешь, да нет, что там, безстрашный пишешь, да, то есть, чтобы не получалось без в слове. Я сначала думал, что это исключительно такая история, связанная с, суевериями, а мне сказали, нет, вот он так по-служеницынски пишет, потому что у Солженицына также вот такой же был стилек. Да, но что его гораздо больше объединяет с Александром Исаевичем, это то, что он тоже любит вызвездить в лоб, вот, в этом смысле они похожи, но, что удивительно, я просто за геркинскими эпистолами слежу, так уже лет 10 так точно, вот, то, что он пишет, он, например, не принимает вообще никакого мата, то есть, не пользуется им, не сквернословит. У него, конечно, небогатый русский язык в этом плане и достаточно посредственное образование, но он просто очень насмотренный человек, а учитывая то, что он такой патологический садист, как бы, да, вот, просто помимо того, что он просто смешной чувак и человек-мем, это достаточно страшный преступник, ну, с моей точки зрения, который запытал ни одного человека так точно, но он нигде не может оформить вот свою какую-то вот такую большую книгу воспоминаний, потому что биография его интересна. Да, любопытно, но я думаю, что там тоже проблема с тем, что он с одной стороны дикий нарцисс, которому хочется быть павлином, который распышил хвост, а с другой стороны он чекист, который, по идее, должен быть скритен довольно, и он борется, вот у него две этих сущности, они борются друг с другом, то есть, с одной стороны, хочется ему появляться, чтобы люди его любили, смотрели на него, а с другой стороны, должна быть скрытность какая-то, которая предполагает профессия, так что он с этим борется, но, кстати, а у Губарева тоже удивительные мемуары, как он рассказывает про их взаимоотношения с Гиркиным и кризис, я не знаю, если не смотрели, он этой еще книжкой, к сожалению, не выпустил, но очень смешно, значит, рассказывает, как Гиркин нифига не делал, значит, только хотел мировой контрреволюцией командовать, значит, как только Пригожин поехал с мятежом на Москву, а у них было собрание, там, вече победы, что-то такое это называлось, и Гиркин сразу сказал, так, ну, я свою часть на этом заканчиваю, потому что меня же первым убьют и скрылся просто оттуда, вот, и это очень смешно, уморительно, просто, ну, то есть, в жанре мемуаров, а этим людям, ну, на самом деле, есть что рассказать про их удивительную жизнь, вот, и такое, кстати, интересно считается, да. Да, вот, поэтому будем надеяться, что Игорь Иванович, ну, он единственный, он же постоянно дает интервью, ну, давал интервью, ну, как, может и дает, потому что до своей жены в эфир он дозвонился, вот, я просто практически, практически его биограф с 14-го года так точно, потому что за всеми, первая мысль, которая меня посетила 24-го февраля, что там пишет Гиркин, вот, это первое, куда я полез, и как вы думаете, что он писал, вот, я уверен, что никто в этом мире, вот, ну, как никто, никто в нашем сообществе точно 24-го февраля не думал о Гиркине, вот. Ну, хорошо, рассказывайте, я сдаюсь сразу. Он в первые, первые 2-3 дня, это вообще, говоря, очень хорошо описывает ценности его военной аналитики, писал, что все в порядке, все более-менее, более-менее нормально, более-менее хорошо, при том, может быть, вы скажете на это, что он получал какую-то дезинформацию? Нет, он ссылался на свои источники, которые находятся на территории так называемой Донецкой народной республики, то есть, опять же, он, конечно, первый, кто сказал, отрекся от этих успехов, да, да, кто сказал, что оставляет Паук не в порядке, но тем не менее, то есть, поначалу это даже произвело на него впечатление, то есть, ну, может быть, конечно, как сказать, на него произвело впечатление. Я думаю, все равно у всех тогда адреналин подскочил, а у кого-то это еще и с эфорией совпало, да, то есть, кто действительно ждал и хотел войны, ну, и понятное дело, аналитические способности здесь начинают отказывать. Да, ну, вот, ну, что, мы обозрели все за творчеством, которое... С одной стороны, не густо, но говорили долго, ладно. Да, вот, и под занавес давайте посмотрим что-нибудь позитивное, потому что были такие времена, вот, вы не увидите никакой смерти тут, вы не увидите ничего грустного и печального, но тем не менее, это творчество, которое за официальный российский нарратив. Вот я вам скинул первый, собственно, клип, и да, я отдельно хочу сказать, что это, я так понимаю, это одно из самых задизлайканных видео в Ютубе. Ага, а вы его нашли, да? Да. Ну, это вы Перезалив нашли, да, потому что там оригинал пришлось удалить все-таки. Да, там больше, по-моему, полутора миллионов что-нибудь дизлайканных. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас поясню. Это жесткий город, своя шкала контрастов. Так, ну, давайте про шкалу контрастов, все-таки надо пояснить зрителям, кто упустил этот момент, вдруг. Контекст, да. Жаркое лето 2019 года, напомним, было такое, это были выборы в Мосгордуму. Вот, кстати, чем занимаюсь летом 2019 года? Про дождь, и вы работали уже на дожде. Я работал на дожде, делал программу фейк-ньюс, и шеф-редактором на дожде работал, то есть, два дня в неделю я с Павел Альбертовичем Лобковым проводил в эфирах. Да, вот, Марию Брозунову на этих митингах я помню, она там репортажи вела, а вы... Не, я уже это, в студии сидел, я это самое, как бы, заленился ходить куда-то, я там, давно уже репортажи никакие ногами не делал, ну, в смысле, делаю, тогда, может быть, последний свои делал какие-то. в Мосгордуму, казалось бы, какое-то плевое событие, которое никого не интересовало, но это была одна из последних дебютных идей ФБК и вообще того, что называется российская оппозиция, они решили попросту избраться в Мосгордуму и собирали подписи, потому что это реально, это было возможно, там Любовь Соболь, по-моему, выдвигалась. Илья Яшин пытался выдвинуться, Илья Яшин, ну, много каких-то, естественно. Довольно много каких-то низовых активистов, которые чуть не выиграли даже в итоге, потому что их допустили, думая, что у них что-то получится, и в итоге, ну, немного. Ну, Дарья Беседина. Да, да, нет, и это по составу довольно оппозиционная была Мосгордума, так получилось, что была какая-то лазейка для того, чтобы там создать напряжение для государства, и, соответственно, у людей, которых много, и они оппозиционных взглядов каким-то образом канализировать этот протест, то есть, ходить проголосовать, что, значит, не так опасно, как крушить, там, не знаю, автозаки с ментами. Ну, вот это была такая последняя попытка, и, значит, сейчас у, значит, Татьяны, Ким, Бакальчук пытаются отбить Вайлдберрис при помощи Кадырова и Тимати, и вот тогда Тимати был тоже таким бастионом надежным, Сергея Семеновича Собянина, и был вот этот клип, который действительно там набрал какие-то миллионы дизлайков. Но больше миллиона точно. Да, 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 мой дизлайк там был, и вот смотрите, перезалив здесь есть, и я не могу себе отказать в удовольствии тоже, его, я думаю, кстати говоря, в комментариях тоже обсуждают, что его перезалили специально, чтобы можно было дизлайкать, значит, это видео в итоге закрыли для того, чтобы люди не могли его дизлайкать, и тогда там кто-то даже в Порнхаб заливал его для того, чтобы дизлайки ставить, и так далее, ну, то есть, чтобы, ребят, вы как бы, вы хотите, вы и так на выборы не допустили независимых кандидатов многих, да, вы хотите еще лишить возможности здесь шлепнуть палец вниз, ну, вот, соответственно, мы зальем на те площадки, к которым у вас, возможно, нет доступа, по крайней мере, но в этом видео, на самом деле, очень неплохая, с моей точки зрения, операторская работа, то есть, кто-то это же все отснял, то есть, какой-то человек, может быть, я вам скажу, как эта работа делалась, потому что тогда было разоблачение, ну, давайте мы включим пока, там, понятное дело, есть купеческая мекка, да, там, а, вот там про гей-парады, давайте фразу послушаем, потому что там, да, есть, конечно, вершины, взлеты, прям, что не проводит гей-парады, тот самый город профицит, город, который не проводит гей-парады, профицит, которого ярды, плитка с... профицит, которого ярды, вот, то есть, как Москва зарабатывает, а не тратит, а, там главная строчка, там мощный панч есть, хлопну, бургер за здоровье Собянина, мы все его ждем, не только, вот, но вот про эти виды, там просто автор возмущался, потому что, это просто, ну, как фотобанк, есть, как бы, видеобанк, и вот за это, как бы, человек, который наснимал это с дрона, он не получил ни копейки, и возмущался, что, знаете, это выкачали откуда-то за бесплатную, то есть, Тимоти даже бургером его не угостил, не угостил, то есть, единственные кадры, которые здесь сняты, это, это вот эти кадры в начале, как они выходят на балкон, и все, дальше просто все куплено, вот, в видеобанке каком-то, да, то есть, база с дефолтными видео, В пятом поколении коренной москвич, я думал, коренной, это, типа, всегда здесь жил, но, как бы, это тоже, там, вот, ну, в пятом поколении, это практически, я думаю, что, как бы, в первом поколении коренной москвич, тогда нужно говорить, да, ну, как бы, раз уж на то пошло, если, это просто измеряемая степень, да, но панч мощный, не хожу на москвич, на митинги, да, не хожу на митинги, не втираю дичь, ну, вот, да, здесь коммерсы выходят в окна без парашюта, я только хотел сказать, что здесь ничего про смерть не будет, нет, ну, слушайте, может быть, вы знаете, это, эти истории, что, в Японии, кажется, или в Южной Корее, под какими-то небоскребами, я не знаю, шутка это была или нет, но делали сетки, чтобы человек, да, выходит, когда узнал новый курс акций, а его, ну, как бы, ну, пару костей сломает, но его удержит эта сетка, нет, будешь, это значит, выплачивать долги еще себе банкрот, так что, так что, можно бы здесь такая же сетка была, ее, по крайней мере, имел в виду, это более жизнеутверждающий, чем Долгарева и Прилепа, это правда, ну, давайте до бургера, слушаем, ты до площади Гагарина, там хлопну бургер со здоровьем, с опянина. Ну, я думаю, вот, да, лучше не будет, что называется, да. Да, вот на такой позитивной ноте, когда-то, когда-то, даже официальное пропагандистское творчество не вызывало ощущения, кто не, вот, будем надеяться, будем надеяться, что это нормальность, когда-нибудь-то все-таки вернется. Не обязательно с Тимоти, я бы сказал, вообще, как бы, не то, чтобы к нему хочется, да, но... Не будем кривить душой, желательно бы, чтобы с другими исполнителями, вот, ну, да. Ну, да, спасибо большое. До свидания. Спасибо большое, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова